Ирина Вадимовна Муравьёва Коренная Москвичка Которые хотели видеть её учительницей Решила стать актрисой И пошла на пробы во все театральные возы столицы Но талантливую девушку ждало горькое разочарование Ни одно учебное заведение её не приняло А в Щёкинском училище Ирине даже посоветовали забыть об актёрской карьере И найти себе другую профессию Я мячик разыграл, подача наша Молодец Я ведь напомнила Смирнову Про дежурство Он всё равно не пришёл Не понимаю, что у него за дела такие Неотложные Любовь Он ведь у нас любимчик, дам Ну уж Манекен ходячий Однако Муравьёва проявила удивительную целеустремлённость Спустя год вновь подала документы в те же институты Решение экзаменационных комиссий не поменялось И абитуриентка была вынуждена обучаться В драматической студии при Центральном детском театре Конкурс туда оказался меньше Окончив студию и набравшись опыта Ирина всё-таки поступила в знаменитый ГИТИС Но выбрала заочное отделение Ведь на тот момент уже и числилась штатик цены А для меня мужчины как класс не существует И я к ним отношусь как к пустому месту А они мне нужны, как собаки пятая А кто в девятом классе целовался с Сашкой Чекменёвым? Я, да? Даже не верится, что такое было Но это всё Сашка Вот это знаешь Надежда? Говори, почему тянешь за мужеством? Можно подумать, что ко мне сватаются, а я отказываюсь Ведь никто, Сусаночка, не предлагал мне ни руку, ни сердце Так ты и не жди, не предложат Мы не можем ждать милости от природы Взять их у неё наша задача Запомни это Слова Мичурина Нет, мои Потому что Мичурина-то сказал про яблонь и груши А я говорю про мужчин Актрису пригласили в престижный театр имени Моссовета Первым спектаклем «Муравьём на новом месте» Стал «На полпути к вершине» В постановке ведущего режиссёра театра Павла Хомовского В 1994 году Муравьё ушла из театра Моссовета Но в итоге вторым домом для неё на тот момент Уже народной артистки России Стал «Малый театр» Куда Ирина Вадимовна пришла по приглашению Юрия Соломина В марте 2015 года состоялась премьера спектакля «Восемь любящих женщин» Где Ирина Вадимовна появилась в образе Умудрённой опытом и при этом довольно озорной бабушки Это не мой стиль А во-вторых, у моего нового мужа почти такой же кепи А Надька, раз брюки надела, значит, может теперь фуражку А по-моему, не идёт Ну, я же знаю, что я говорю Мои подружки, слава богу, разбираются в моде Журнал «Бурда» смотрим ежемесячно Привет Сам Олег Попов к нам, пожалуй Здравствуйте Точно По словам самой Муравьёвой в молодости Она не стремилась выйти замуж И мечтала только о карьере Но, играя в театре, артистка познакомилась с режиссёром Леонидом Эйдлиным Который в 1973 году предложил обаятельной девушке с огромными лучистыми глазами, руку и сердце и стал первым и единственным мужем Спустя два года у супругов родился первый сын Даниил, а в 1983 году второй Евгений Ирина оказалась хорошей матерью и женой Настоящей хранительницей домашнего очага Она гордится тем, что дети, в отличие от большинства актёрских отпрысков Выросли дома, а не в театральном закулисье Надя! Надя! Что ж ты? Аркадий, я забыл совсем Я прервал репетицию, она забыла Пошли Улыбайся мне, как я тебе Так велела Сусанна Идём к машине Сусанна всё-таки гений Нас заметили, на нас смотрят Там несколько человек стоят, как парализованные А может, помахать им рукой? А Сусанна разрешила? Нет Тогда не надо Никакой самодеятельности Всё-таки это наука О, ты вот Я хочу! Сусанна! 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 Я хочу! Я хочу! Продолжение следует...